Да, сегодня обстрелы такие, локальные, они будут нарастать, сейчас будут нарастать поставки оружия, сейчас туда идет бронетехника вчера, позавчера, сейчас американцы решили, комитет по вооружениям, выделить деньги на поставки летального оружия Украине в 2015 году, уже решил комитет, единогласно и республиканцы, и демократы. Кстати, по поводу богатства, Владимир Вольфович, в списке 100 самых богатых людей Форбса, треть россияне, мы самые богатые, наши самые богатые. Согласен, это чисто вот из элиты, а у них и народ еще богатый, а вот наш народ пока еще богатым не стал. Так может это надо добиваться? Но это нужно добиваться тем, чтобы защищать свои интересы. Конечно. А иначе они будут подходить все ближе к нам, душить нас будут, вот не надо доводить до того, чтобы нас задушили. Весь вопрос, какой наш интерес, Владимир Вольфович, наш интерес, чтобы Донбасс был российский. Наш интерес, чтобы русских нигде не убивали, не скорбляли, не уничтожили. Наш интерес, чтобы Донбасс был российский. Если бы там, где сегодня на Донбассе идет война, были бы финны, прибалты, поляки, я бы сказал, бей их, дави души. Вот такой я, вот я честно говорю. А поскольку там русские, я говорю, вот вам, Киев, Киев уничтожен, сожжем Киев, на полном Киев сожжем. Танки на Киев, да? Не танки, а напалм, издалека. Напалм на Киев. Из Донецка, сжечь город Киев. Вот так, господин Алексей Алексеевич. Андрей, давай проголосуем. Только потому, что это русские. Потому что это война против русских. Киеве половина русских. Они по Донбассу долбают, потому что пока боятся долбать по Белгороду. Владимир Вольфович, в Киеве половина русских, их тоже напалмом. А пускай выходит над вещать их защищать Россию. А нет, и напалмом. Подождите, пожалуйста. Я прошу вас, Владимир Вольфович. Точные удары, точные. Население трогать не будем. Так, напалм. Точнее.